...которая происходила во время операции. Они говорили, многие из них описывали слова, которые говорили люди. То есть они описывали все, что происходило. С точки зрения теории Павлова невозможно это как-то трактовать. Нельзя сказать, что только академик Молди исследовал эти процессы. Есть еще один ученый, который занимается проблемами сердца, сердечно-сосудистой патологией. Тоже там в момент клинической смерти были зафиксированы. Я сейчас уже не помню, как его зовут. Но он тоже написал свою книгу, диссертацию по этому поводу. И те же самые исследования, что люди в состоянии клинической смерти как будто бы живут обычной жизнью, только находясь в ней тела. И на самом деле, если бы наши ученые были немножко попытливее, они бы нашли объяснение этих феноменов, которые содержатся в бедах. В бедах описывается, что ум человека имеет свое тонкое строение. И ум функционирует вне тела. То есть он может функционировать вне тела. Например, в бедах описывают, что когда человек спит, то часть ума уходит из тела. Ну то есть мы знаем, что сны и так далее. Я в юности тренировался, начитался книжек, и тренировался, где-то мне было 18 лет, тренировался выходить из тела во время сна. И у меня начало получаться, я начал сначала вставать, потом начал, я сначала научился сидеть во сне и понимать себя. Потом я начал вставать. Потом я начал подпрыгивать, взлетать. И я жил на девятом этаже, в Тольятти. Я из окна вылетал, смотрел вниз. Мне было интересно, в тонком теле. И потом я дальше разошелся, начал залетать. Ну вот я ложился спать. Сам как бы во сне себя узнавал, и вот так происходило. Начал залетать в квартиры, в окна людей и пугать их во сне. Потому что человек стих, он тоже в тонком теле находит. Я их начал пугать. И закончилось все тем, что одна бабулька, когда я напугал, она меня вот так перекрестила, и я больше не смог уже этим заниматься. Она меня закопировала. Ну то есть я просто вам привожу свой опыт в отношения с умом, со своим собственным. То есть это интересно изучать эти темы. Так или иначе, я изучаю подобные вещи уже порядка 20 лет. И у меня есть большой опыт работы с умом, потому что неоднократно проводились на центральном телевидении передачи, где я по голосу диагностировал людей. То есть люди звонят, я им говорю про их болезни, про их характер, про их отношения. Такие передачи проводились на Серебряном Дожде радио. 7 передач, потом 2 передачи на сети FM, радио и так далее. ТДК есть, телевидение. Там постоянно проводятся прямые эфиры своим участием. Ну то есть много таких всяких передач. И люди довольны, потому что идет реальная возможность получить информацию о себе. Это доказывает существование тонкого тела, потому что если есть психическая структура, то значит можно ее определить, правильно? Можно ее увидеть. Если ее нет, значит ничего не увидишь. Я дописываю, что в психической структуре человека существует 4 компонента, 4 разных подразделения, важных в нашей жизни. И не зная их, мы не сможем говорить о стрессе. Первое подразделение, самое главное, это ум. Ум это психическая структура, что такое для нас ум? Ум это то, чем мы думаем, да? Но мы ассоциируем ум с мозгами, с головой, так? Безумный человек, значит у него что-то с мозгами, мы говорим. У него мозгами не работает. Но мы не знаем, что бывают ситуации, когда у человека отсутствует половина, допустим, головного мозга. Но он не безумный, он нормально живет, нормально функционирует. Есть такие случаи, когда человек живет с половиной. Одному негру оторвало половину головы. И он даже сознание не потерял. Ну, негр, потому что. Как есть анекдот, новый русский попал в больницу в семь пулевых ранений. Когда его друг позвонил ему, говорит, ну как ты? Он говорит, да все нормально, мозг не задет. В голову в семь пулевых ранений, мозг не задет. Но так или иначе, идея в чем заключается? В том, что не все так просто, как казалось академику Павлову. Действительно, если поврежден мозг, то какие-то функции ума выпадают. Не потому, что они являются ответственными за ум, а потому, что через нервную систему ум функционирует в организме. Ну, то есть он способен видеть через нервную систему, слышать и так далее. То есть он включает свои функции через деятельность нервной системы. Но веды объясняют, что ум – это удивительная психическая структура. Она контролирует весь деятельность его организма полностью. И в уме находятся психические каналы, которые являются чертежом, по которым создается весь наш организм. Веды описывают эти психические каналы, называются шротасы. Точно так же, как мы чертим чертеж дома. Для того, чтобы построить дом, нужно все начертить, прочертить днем. И потом по этому чертежу строится дом. Точно так же происходит у нас в организме. Когда сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, получается, там зарождается жизнь. Как она зарождается? Душа вместе с тонким телом, то есть вместе с энергией ума, входит в яйцеклетку. То есть она сначала попадает в сперматозоид отца, а потом уже попадает в яйцеклетку. И там она начинает жить. Когда она начинает жить, то в тонком теле ума, этого живого существа, уже все нарисовано. И как, допустим, посмотреть, как зарождается организм? Если взять, допустим, развитие плода, то мы видим, что зачатки клеток происходят совершенно в разных местах одновременно. Ну, представьте, допустим, нервная система. Она зарождается, допустим, центральная трубка идет зарождение сразу в нескольких местах, а потом все это соединяется. Возникает вопрос, как это может соединяться все так точно, что, ну, у нас же нет такого, что пищевод, допустим, у одного человека вот так вот состыковался, у другого вот так. Понимаете, всегда идет точная состыковка пищевода с желудком, а это все развивается отдельно. Понимаете, что это значит? Если с двух сторон два человека трубу копают, то, скорее всего, они выкопают немножко неточно. Правильно? Также клетки не могут сами точно соединиться. Нужна какая-то сила, которая соединяет. И эта сила называется психическим каналом. Допустим, веды описывают психический канал Анна-Ваха-Шротас. Означает психический канал, по которому создается весь пищеварительный тракт. Когда ребенок развивается, у него зарождается ротовое ответствие, анусы, там все эти органы, и они вот так соединяются, социкуются, потому что тонкая структура уже существует. На основе нее создается грубая структура. Понимаете, как создается наш организм? То есть в тонком теле ума все это уже нарисовано. И если там в тонком теле ума есть повреждения, то тогда уже аномалии развития идут. И веды описывают, что даже есть такие ученые ведические, которые эти повреждения уже на уровне плода видят. Они говорят матери, у твоего ребенка есть аномалия в тонком теле ума, и поэтому у него будут развития вот этого вот органа страдать и так далее. Понятно, да? Следует знать, что веды описывают, что тонкое тело ума, оно имеет настолько тонкую природу, что это тоньше, чем энергия атома, электрона. И все волновые энергии, которые известны на данный момент времени, они гораздо грубее, чем энергия ума. Я могу вам это легко объяснить. Допустим, если бы энергия ума имела бы такую же природу, как волновые структуры, которые на данное время известны, то тогда в этом случае у нас уже всех сорвало бы крышу. Почему? Потому что сейчас плотность электромагнитных волн настолько сильна. Вот у каждого из вас есть мобильники, которые надо сейчас выключить, иначе вы будете мешать слушать лекции друг к другу. Давайте сейчас. Давайте все повыключаем. Это будет честно по отношению к окружающим людям. Если у вас зазвонит телефон, я буду танцевать под вашу музыку вместе со всеми. У нас будет дискотека. Вам будет стильно. Выключите. Итак, если бы ум имел такую же волновую структуру, ну то есть тонкая энергия ума имела такую же структуру, как атомы, электроны, протоны и так далее, тогда бы в этом случае волновая энергия, которая существует сейчас, просто бы уничтожила нашу психику. Но она даже коснуться ее не может. Нашу психическую структуру эти волны мобильного телефона не могут даже коснуться. Они могут повредить грубое тело наше, то есть тело, но не ум. Если, допустим, взять исследование тех людей, которые понимают, что такое ум, то этих исследований достаточно много. Если человек, допустим, вспоминает своего близкого человека или кого-то, допустим, он живет в Америке, то, допустим, вы вспоминаете близкого человека, а я, допустим, могу определить его характер по вашему воспоминанию. И я проводил много таких экспериментов. То есть прямо сейчас можно определить настроение, вы вспоминаете человека, вы немедленно с ним контактируете, где бы он ни был, даже если он в Америке находится. Контакт происходит в долю секунды ваш с ним. Не верите? Кто хочет проверить? Ну, вспомните кого-нибудь сейчас. Вы близкого человека с кем-нибудь? Я вот женщину разговариваю. С вами, с вами, с вами, да. Близкого человека с кем-нибудь? Это мужчина, женщина? Нет. У него стабильная психика такая, спокойная, стабильная психика. Сейчас он, вот сейчас, прямо сейчас он думает о чем-то серьезном. Он обдумывает. Ну, то есть он, ну, как бы он находится в таком состоянии. Он, насколько я понимаю, у него есть проблемы с головой, болеет. Там то ли давление повышается, то ли что такое. Есть немножко нарушение работы мозга в этом плане, болезнь. связанное с сосудами. И он нарушает сосон иногда у него. Так или нет? Насчет сна не очень, а вообще первые характеристики. А? Первые характеристики правильные. Но насчет сна, что нормально будет. Ну, так или иначе, я чувствую этого человека. Он достаточно напряженный, думчивый. У него какая-то интеллектуальная деятельность. Так? Интеллектуальная. Она думает, что мужчина должен думать, а не 24 часа в сутки. Даже когда сплю. Вася, Вася, ты о ком думаешь сейчас? Я сплю. Я думал, что ты думаешь обо мне. Это тоже другая тема. Мы о ней поговорим позже. Итак, ум имеет свои психические каналы. Вот это шротасы, это каналы, которые связаны с грубым телом. Когда даже человек уже развился, все равно эти каналы, они связывают все физиологические процессы организма с умом. Поэтому у нас есть такая пословица, что все болезни от нервов и от удовольствия. То есть от нервов, это значит от психики, от ума. То есть если человек настроен неправильно, у него возникают заболевания от этого, он становится больным. Поэтому настрой ума это важная часть нашей жизни. И мы об этом не знаем. Точно так же, как мы чистим зубы с утра, мы должны настраивать в правильном тонусе свой ум. Большинство из вас не имеет такого правильного настроя. И это состояние называется стрессом. То есть человек напряжение живет, то есть ему тяжело. Мы коснемся этой темы чуть позже. Сейчас мы продолжим говорить об уме. Итак, у ума есть пять чувств. Пять чувств, с помощью которых он воспринимает мир. Ум сам воспринимает также мир без этих чувств, не этих чувств. Это шестое чувство, это чувство ума самого. Мы сейчас все их обсудим. Самое важное чувство, это чувство слуха. Потому что слух связан с другой психической структурой, которая называется разум по-русски. Видите, у нас в принципе все есть, это все названия. Просто мы не придаем этому слишком большого значения. Разум меняет судьбу человека. Поэтому слух является самой судьбоносной частью нашей психики. Слух определяет всю нашу судьбу. Что мы слушаем? С доверием. Доверительно означает сердцем слушаем. Так мы и живем. Если мы слушаем всякую ерунду, гадости всякие, злимся постоянно, слушаем не о том, что приносит счастье, значит, когда наша жизнь меняется в сторону страдания. Мы настраиваемся на страдания в этом случае. Следующее чувство важное, это чувство тактильной чувствительности. Тактильное чувство, это чувство, которое дает силу разума или забирает у него силу. Ну, то есть, дает чистоту разуму или забирает чистоту. Или, как говорят виды, оскверняет. Тактильное чувство означает дотрагиваться. Половые отношения также связаны с тактильным ощущением. Это тактильное чувство тоже. Поэтому тактильное чувство является очень сильным влиянием на человека. Вы, допустим, стоите где-то в автобусе, и рядом с вами стоит пьяный человек. Вам хочется подвинуться. Почему? Потому что тактильное чувство ваше дает вам знать о том, что вам плохо рядом с ним стоять. Плохо. Вы не можете объяснить, что это значит, но вам плохо. Допустим, даже если в голову форточку высунули, все равно плохо. И вам все равно придется подвинуться. Почему? Потому что его состояние разума очень плохое. Его разум осквернен. И вот это состояние передается через контакт другому человеку. Точно так же два человека, допустим, любят друг друга, они дотрагиваются друг к другу, и они балдеют. У них появляется ощущение, что им хорошо. Мне хорошо с тобой. Да? И такое ощущение появляется. Тактильное чувство надо очищать. Каждый день, когда мы поспали, оно считается грязным. Поэтому каждый день надо вставать под души с утра, чтобы быть свежим. И от этого ум активизируется, становится счастливым, более счастливым. Следующее чувство – это чувство зрения. Имейте в виду, что слово чувство, оно имеет кардинальное отличие от слова орган зрения. Орган зрения – это глаз. А чувство зрения, оно действует через глаз. Но когда человек оставляет тело, то есть, мы говорили, момент клинической смерти выходит из тела, то у ума есть чувство зрения. Глаз уже ума нет. Он в глаза не выходит из тела вместе с умом. Выходит чувство зрения. Человек смотрит без глаз. Только умом. Самим умом он смотрит. Понимаете? Чувство зрения и зрения может работать через глаза, а может работать и не через глаза. Например, мы знаем феномен Ванги. Если с точки зрения Павлова, Ванга – это шизофреник. Почему? Потому что она вообще непонятно чем занимается. Но Ванга, она видела людей даже раньше, чем они входили к ней в дом. Она уже говорила о том, что этот человек к ней ко мне едет. Он приедет и войдет вот скоро сюда. И он приходил, этот человек. Потому что чувство зрения может видеть гораздо больше, чем глаза. Чувство зрения может энергию ума видеть. А глаза видят только грубое тело. Вместе с обвинением ума с телом. Понимаете? То есть это большая разница. Ванга видела судьбу человека, потому что судьба человека – это деятельность ума. Это тоже в уме находится. Поэтому у ней глаза слепые были. Она ничего не видела глазами. Она видела умом. То есть чувство зрения работало у нее через ум напрямую. И таких людей достаточно много. В мире зафиксировали один случай, когда человек слепой добивался прав на вождение машины. Потому что он спокойно водил и объезжал все машины. И он доказывал это много раз. Я правда не знаю, дали им права или нет. Тоже другой вопрос. Но так или иначе, этот случай тоже существует такой. Значит, следующее чувство – это чувство вкуса. Да, чувство зрения связано с умом напрямую. Чувство зрения, оно соединяет нас с умом человека. И, как мы говорим, глаза – зеркало души. Глаза – это не зеркало души. Глаза – это зеркало ума. По глазам можно определить структуру ума человека. Вот здесь в области переносица находится глубокая судьба человека. Если человек утракал внутрь, значит, у него попой период жизни идет. Ну, вот здесь вот собирается энергия такая тяжелая. Вот. Такая очень… Вот здесь вот такая энергия тяжелая. И меня сейчас в квартиру поселили. Там две большие картины Мухаммеда Али. И он стоит такой, и в мотт удал одна, а вот тут лежит уже, картина такая. И Мухаммед Али, он стоит, у него вот отсюда такая энергия смерти идет. Здесь находится болевой тонус ума. Вот здесь вот, в этой зоне. Если смотреть на человека, то у него здесь вот как бы отпечатана судьба. Мы обычно, когда с человеком хотим иметь дело, не едим, не сходим, мы смотрим ему прямо в лицо. Лицо означает вот сюда. Мы смотрим ему вот сюда и думаем, плохой человек. Но на самом деле он хороший. Просто у него тяжелая судьба сейчас, тяжелый период жизни. И это очень трудно понять. Сейчас две минуты будут шуметь. Мне сказали. Мы в Новосибирске находимся. Что не сделаешь, я не могу ничего сделать. Сказали, сейчас будут шуметь две минуты. Все, вы готовы, нет? Рассказания сбылись. Придется потерпеть, что делать. Там на благо всех живых существ руку режут. Значит, смотрите дальше. Вот здесь вот в внутренних уголках глаз находится глубокое настроение человека. Глубокое настроение. В левом глазу, вот здесь вот, в левом глазу, внутри, находится настрой мыслей человека. Настрой мыслей и настрой эмоций. Вот здесь вот. Ну, то есть, можно определить глубокое настроение человека. Допустим, он подавлен в мысли. С правым глазу, правое полушарие связано с волей человека, поэтому здесь волевой тонус находится. В правом глазу воля. Внутренняя часть глаза воля. Человек, волевой тонус. Вот. А снаружи, вот здесь вот в левом глазу, снаружи находятся мысли человека. Мысли. А в правой стороне, снаружи, снаружи часть находится его, ну, желание. Непосредственно сейчас желание. Допустим, вы идете ночью, темной ночью, по Новосибирску, вечером, домой. Вы, допустим, девушка. И навстречу идет хороший такой пьяный новосибирский парень. Такой. И вы смотрите, каким глазом он на вас смотрит. Если он смотрит на вас правым глазом, и страшно смотреть на него, ну, то есть он правым глазом смотрит на вас, и страх какой-то идет, значит, надо вам немедленно вспомнить, что вам надо что-то там. Не здесь, а там. То есть вам надо свернуть и обходить его. Вот. А если он смотрит левым глазом, неважно, страшно или не страшно, ничего страшного не будет. Максимум, что-то вам скажет трехэтажное, и все, навстречу. Поздравят вас с чем-нибудь. Ну, так или иначе, то есть левый глаз начает мыслить, ничего страшного. Воле это уже проблемы. Понимаете? Теперь давайте возьмем, посмотрим на нашу жизнь с позиции вот этих исследований медических. Мы когда с близким человеком ругаемся, мы куда ему смотрим? Мы ему смотрим вот сюда. И мы думаем, вот гад, он меня не любит. А у него просто изнутри идет плохая судьба. Он не виноват вообще сейчас, в данный момент. Понимаете? Просто из него что-то прет, он сам не знает, что из него прет. А мысли у него добрые в это время. По бокам вот здесь. Надо смотреть слева вот сюда, сбок, и смотреть, какие мысли у человека. Очень добрые мысли могут быть. Понимаете? Нет? О чем я говорю? Нет? Сейчас, будете понимать. Вот девушка тянула головой, что не понимает. Вот на третьем ряду. Да? Да. Не понимаю. Не понимаю, сейчас поймете. У вас сейчас вот отсюда идет очень агрессивная энергия. Она влияет на отношения с близким человеком. И поэтому у вас сейчас идет небольшой расколбас в отношениях. То есть вы ругаетесь так, ну вы сняете отношения, так? Но вы же хорошая. Безусловно. Безусловно. Вы к нему хорошо относитесь, но он этого гад не понимает, да? Знаете почему? Потому что вот отсюда у вас идет агрессивная энергия. Вы сами даже об этом не знаете. Потому что когда вы на себя смотрите в зеркало, вы как смотрите на себя? Любовь. В это время эта агрессивная энергия не идет. Поэтому вы не знаете про себя в этом плане ничего. Ну так, то есть идея в чем заключается? Ум так устроен, что есть подвохи вот такие вот, которые нам мешают жить. То есть надо человеку смотреть снаружи, а не внутрь. То, что внутри, это все уже от нас не зависит. Надо смотреть вот здесь доброта. Есть наружник, частяк, глаз или нет? Если есть, значит он хорошо относится. Несмотря на вот это то, что идет, вы смотрите. Я как-то в риге читал лекцию, и один человек сидел на первом ряду, мужчина. Я как сейчас помню его лицо. Он смотрел на меня. Таким взглядом, что я думал, наверное, подослали. Наверное, я уже слишком много лекций читаю. Сейчас меня точно прибьют. Такое у меня было ощущение. Он смотрел такой, от него такой холод, такой взгляд ужасный просто был. Страшно было смотреть. Но он что-то записывал параллельно с этими взглядами. Как же это может сочетаться? Ну так или иначе, закончилась лекция, он попал ко мне на консультацию. И первый вопрос, который он мне задал, был таким. Он сказал, объясните мне, пожалуйста, у меня два высших образования. У меня очень теплые отношения с близкими людьми. Но почему-то, когда я людей встречаю, у меня с ними не клеится. То есть люди вот меня шарахаются, говорят. Но, говорит, те, которые меня узнают ближе, уже нормальные отношения. Говорит, объясни, я не могу понять. Я ему показал, говорю, если вот так на вас смотреть, как вы будете относиться к этому человеку? Наверное, стороной обойду. Я говорю, вы точно так же смотрите на всех. И это для него было открытие. Он не знал об этом. Я ему объяснил, как это действует, и он начал потом задумываться об этом как. Понимаете, это не зависит от нас. Это действует подсознательно. Следующее чувство, это чувство вкуса. Чувство вкуса, когда мы кушаем что-то, это чувство, говорит нам, вкусно или нет. Современная медицина игнорирует это чувство. И она говорит, надо кушать раздельно. Все, раздельно. Означает, белки раздельно. Ну, раздельные белки, это что такое? Белковое масло. Дальше, жиры раздельно. То есть, это что такое? Жир просто. Раздельные жиры чистые. Это жир просто. Дальше, сахара отдельно. Это сахар. Потом, углеводы там отдельно. Ну, клетчатка, то есть. Просто клетчатка там какая-то. Вот и жрите это все. Будете здоровы. И надо все это сжирать отдельно. Никто не хочет почему-то. Потому что люди хотят кушать вкусно. Знаете почему? Потому что, когда человек ест, ему вкусно. Это значит, что пополняется его психическая энергия. Когда вкусно человеку, у него силы прибавляются. Потому что есть четыре структуры тонкие в человеке. Одна из них ум, вторая разум, третья психическая энергия. И четвертое, это понимание себя как личности. Для того, чтобы пополнять психическую энергию, надо кушать вкусно, а не раздельно. Понимаете? Но если человек, допустим, не переварит ничего, он очень ослаблит, тогда, допустим, он одну капусту ест, хорошо она переваривается. Ему вкусно это. Ему тогда можно есть раздельно. Тогда он ослаблит. Да, человек нормальный, здоровый, ему надо наоборот так кушать, чтобы все было вкусно. То есть, все вместе, понимаете? Для того, чтобы напитать психическую энергию тела через чувство вкуса. Чувство вкуса входит в резонанс с психической энергией продукта. И этот резонанс немедленно активизирует энергию в теле, в нашем организме. Это точно так же происходит, когда люди друг друга любят, они в резонанс входят. И они начинают чувствовать защиту, отдых и помощь. Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. Это же правда? То есть, человеку легче становится жить. Ему, допустим, на лекции не холодно становится. Рядом сидит он с близким человеком. Это чувство дает силу, энергетическую подпитку. Так же, когда человек ест что-то вкусное, он получает энергетическую подпитку. Вот меня сегодня очень вкусно накормили. Встретили и накормили очень вкусно. Мне сказали, вам еще надо? Я говорю, можно, но я тогда буду просто смотреть и улыбаться на все. Не смогу же читать лекцию. Потому что для того, чтобы переваривать пищу, психическая энергия, она в уме тоже есть огонь. Энергия огня переваривает пищу. В уме тоже есть огонь. Если человек чуть-чуть больше съедает, то энергия огня уходит из ума в желудок. И в результате у нас появляется такой феномен после еды. Мы так. Вот так. Или синдром застывшей строчки. Человек сидит на работе после еды. Что ты читаешь так? Десять раз на одной строчке. Почему? Потому что энергия ума вся стекла в желудок. И у него нет энергии соображать. И он на одной строчке так. Ничего не может понять, что происходит. Даже не то, что он читает или не читает. Просто у него застыло. Это нормально. Для Сибири. Для Сибири особенно. Я не думаю, что только для Сибири. Вот так или иначе. Здесь надо как-то выживать. Мне сказали, у нас сегодня жара от 20 градусов. Ну, кстати, я не заметил. Вот я приехал, 30 было с утра. Как будто бы в Москве 10. Очень легко переносится. Не знаю, чем мы послезаем. Ну, там тяжелее. Я бы езжал, там плохо. Здесь у вас хорошо. Поэтому пламя. Ну, солнце, особенно, когда еще днем было, так вообще хорошо. Не холодно. И бананы желтые. Не асам с Урау, на самом деле. Поэтому все нормально. Почти земляки. Итак, следующее чувство, пятое, это чувство обоняния. Оно связано с поддержанием физического здоровья в человеке. Как ни странно, чувство обоняния, это важное чувство. В древней медицине, в аэрведе, есть такой критерий. Если от человека начинает плохо пахнуть, это значит, что он сильно болен. У человека хорошо пахнет, хорошо пахнет. Потом раз, жена унюхала, от мужа что-то плохо пахнет начало. Значит, надо его обследовать. Значит, он болен. У него какая-то болезнь есть серьезная. Чувство обоняния связано со здоровьем тела. Если человек нюх потерял, не нюхается. Это важно. Значит, что это связано уже с нарушением здоровья серьезным. Значит, какая-то усталость серьезная в теле. Или, допустим, вы заходите в квартиру, нюхаете, и вам не нравится запах в этой квартире. Это значит, что ваше тело несовместимо с этой квартирой. То есть, вы не можете там жить. Вы будете там болеть все время. Если вы покупаете квартиру, зашли так, плохо пахнет. Все, уходите оттуда. Там жить нельзя. Понятная идея? Чувство обоняния связано со здоровьем человека. Поэтому в ведической культуре считается, что в квартире, где ты живешь, надо ароматические палочки жечь. Или масла ароматические. Есть такие растения, которые всегда в плане запаха дают здоровье. Это сандал, роза, шафран и так далее. Вот эти вот масла, когда поджигаешь в квартире, то здоровая энергия наступает здоровая. Ну, иногда у человека чувство обоняния, оно нарушается в результате вредных привычек. И это тоже нездоровая ситуация в жизни. Так, например, я помню, мы были в Сочи с женой, и сандаловую палочку зажгли, и наверху жила женщина, которая курит. Этот, видно, запах сандала, он пошел туда к ней, она позвонила к нам, прибежала в ярости, и говорит, у вас мочой какой-то пахнет из вашей квартиры. А вся в табачине такая, ехать, табак этот прет. Ну, то есть она в шоке была от этого запаха сандала, очень сладкого, приятного запаха. Почему? Потому что у ней в результате того, что психика нарушена из-за курения, у нее восприятие тоже запахов стало неправильным, больным. Это важно знать. Итак, пять чувств прошли, они связаны с умом. Как щупальцами, ум воспринимает разные спектры жизни с помощью этих чувств, пяти чувств. Слух дает человеку знание, дает вдохновение человеку, и дает человеку изменение его судьбы. Взгляд дает настроение, дает возможность понять, как настроен человек. Тактильное чувство дает понять, где быть и где не быть. Чувство вкуса дает ему жизненную энергию. Чувство обоняния дает понимание, как настроиться. Допустим, если взять сухой продукт, любой, то по запаху можно определить, можно его есть или нет. Или даже не сухой, просто продукт. А все животные сначала нюхают, потом едят. Почему? Потому что только запах определяет, насколько продукт опасен для здоровья. Вкус уже не определяет. Допустим, синильная кислота на вкус сладкая. Сладкая, как конфетка. Но она вызывает смерть немедленно, как только человек ее поел. Но, когда человек нюхает что-то, политое синильной кислотой, то запах смерти, он чувствуется что-то страшное. Есть нельзя. Допустим, мы берем пирожок, нюхаем, тухлым пахнет. Если начинаем, думаю, ну, вроде нормально. Потом, и понеслась. Я в Индии, когда жил, ирведу изучал, когда узнал этот феномент, я экспериментировал. Я подошел к корове, взял, заткнул ей нос и дал. Бананы очень любят коровы. Дал ей бананы. Я смотрю, она не ест. Я думал, в шоке, как корова не может есть бананы? Как только открыл ей нос, она такая, и сразу пошла есть банан. Как только я закрыл, и раз опять не ест. Понимаете? Животные сначала нюхают, потом едят. Мы сначала едим, а потом нюхаем. Что там такое произошло? В этом заключается проблема наша. Мы не знаем, как все работает. Понимаете? Надо изучать. Это серьезно. Следующая структура психическая. То есть ум в уме находится, в самом уме есть шестое чувство. Это чувство, которое называется настроение или настрой человека. Допустим. Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые, никогда вспомнишь время былое. И так далее. Человек смотрит на жизнь, смотрит глазами. Но на самом деле он смотрит в ракурсе своего ума, своего настроения. Он говорит, утро печальное, утро седое. Да, он смотрит, потому что у него такое настроение. Он так это видит утро. Да? Вот. Но мы знаем много стихотворений про утро других. Другие стихотворения там. Серебристое там, утро там и так далее. Знаем всякие такие стихи, где показывается утро такое счастливое, солнце там и так далее. Таким образом, надо понять, что мы смотрим глазами ума на этот мир. И мы в соответствии с тем, какое у нас настроение, переломляем. Все чувства через ум переломляются. Но есть ум сам непосредственно воспринимает этот мир, может воспринимать без всяких чувств. Он может, человек может в уме жить. Не обязательно он должен что-то через чувства воспринимать. Где же ты? Не знаю. Где же ты? А как это повторяю? То есть человек думает о другом человеке. Пытается его почувствовать умом. Понимаете? То есть это деятельность ума. Она связана с настроением, настроем. Вспомнили, как действует ума? Здесь он думает с левой стороны, здесь он желает. А в целом внутри ума есть настроение. Следующая структура психическая – это разум. Разум – это психическая структура, которая связана с волей, решимостью, энтузиазмом, знанием, верой, устремленностью, самоконтролем, способностью победить себя, способностью отказать себе, способностью запретить себе, способностью объяснить себе и так далее. Понимаете? Разум – это психическая структура, которая стоит над умом. И она контролирует нашу устанную деятельность. Есть люди разумные, есть люди глупые. Чем отличается разумный человек от глупого? Глупому человеку что-то захотелось, и он будет это делать по-любому. Ему невозможно объяснить, что это плохо, что туда не ходи, снег башка попадет, больно будет. Он все равно идет, снег башка попадает, больно, но он думает, ну что делать, я такой. И опять идет, опять снег башка попадает. Ну я такой, что делать? То есть это называется глупый человек. Умный, разумный человек, иметь в виду умный и разумный – это разница, есть разница. Разумный человек, он может себе запретить, если у него есть знание какое-то, что так нельзя делать, то он может себе запретить. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И отец начал рассказывать, да, что если грязь лежит на рожице, это очень плохо для ребячей кожицы, понимаете? Ну и для всех остальных моментов, связанных с поведением. И ребенок воспринимает грязь на рожице плохо. Ну то есть в это время работает его разум, не ум, а разум. Потому что ребенку, может быть, захочется намазать себе что-то на лицо, но он с позиции разума воспринимает. Это плохо, папа сказал. И раз и стирает все это. Таким образом, для того, чтобы разум работал, нужен кто-то старший. Потому что сам человек очень трудно самому себе сказать, что это плохо. Для того, чтобы работал разум, нужен старший. Нужно, чтобы кто-то был старше меня. Иначе разум не будет включаться в эту проблему. В нашем обществе нет старших, мы сами себе старшие. Поэтому разум включается не всегда у нас. В этом проблема. Энергия разума передается через звук. И она связана с решимостью, энтузиазмом, желанием победить, добиться чего-то. Она, на самом деле, разум, это очень важная структура психическая. Потому что разум, это единственная психическая структура, которая способна принести счастье в жизнь. Ум, это наркоман счастья. Ум не может жить без счастья ни одну секунду. Ему нужно счастье постоянно. Каждую секунду ему нужно счастье. И если у человека есть цель какая-то в жизни, какая-то устремленность, неважно какая, любая, то разум поставляет каждую секунду дозу счастья определенную, привычную. Человек думает, у меня все хорошо, квартира достраивается, дети в школе. Там он перечисляет свои цели. То есть, детей он выращивает, квартиру достраивает. Живем в мире. То есть, это цель, чтобы войны не было. Дальше. Нас жгать хватает. То есть, следующая цель. И он такой спокойный. Он засыпает спокойно. И заснул. Почему? Потому что энергии счастья достаточно внутри. Так как энергии счастья достаточно, поэтому человек спокойно засыпает. Потому что ум не беспокоится в это время. Но если человек теряет свою цель в жизни, он как бы у него обломалось что-то, то он не может заснуть. Почему? Потому что энергии счастья внутри не хватает. И он начинает искать счастье. Он думает, а может быть все нормально будет, а может быть так. И он начинает, у него крутится ум очень, вращается, работает, работает. И он не может заснуть. Иногда бессонница начинает мучить таких людей. Почему? Потому что наступил стресс. Что такое стресс? Это когда энергия счастья уже не поступает в психику в таком количестве через разум, в каком надо для того, чтобы нормально жить. И мы не знаем, почему это происходит. Но это происходит потому, что теряется цель. Цель – это психическая структура, которая дает нам энергию счастья. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Понимаете? То есть вот эти радости, когда их ждешь. Ожидание радости означает вера. А радости самые приходят от цели. Вот человек думает о том, во что он верит. Допустим, каждая мать, когда рождает ребенка, она верит в своего ребенка. Ребеночку хорошо, он такой, ну все нормально, а она думает, ой, хорошо. И она счастлива. То есть она сидит спокойно и говорит, мне спокойно, у меня ребеночку все хорошо. Почему? Потому что она верит в своего ребенка, это ее цель в жизни. И через эту цель приходит в ее жизнь счастье. Она воспринимает счастье, поэтому она живет ум, без счастья жить не может. Он должен хотя бы чуть-чуть счастья иметь в жизни. Даже немножечко чайная ложечка, это уже хорошо, но тем более полный горшок. Ум не может остановиться, ему все больше надо. Ну, неважно, ему хотя бы немного надо. Вот. Веда объясняет, что есть цели, ну, то есть наша судьба зависит фактически от нашей привязанности к цели в жизни. Мы, как наркоманы, этих целей живем в своих. И веды объясняют, что если человек выбрал главную цель жизни неправильно, то жизнь его может подкоситься, как карточный домик. Иногда люди приходят ко мне и говорят, сделайте что-нибудь, пожалуйста, помогите мне. От меня ушла жена. Я уже плевать на нее хотел. Я уже не хочу ее возразить, она мне не нужна, но я не могу без нее жить. Я не могу ни спать, ни есть без нее, ничего не могу вообще. Отцепите меня. Оставьте меня в покое. Дайте мне жить. Спрашивает человек. Помощь ищет. Я ему начинаю объяснять, что вы верили в свою жену. Он говорит, да. Я говорю, она была целью вашей жизни, вы для нее жили. Да. Я говорю, теперь она от вас ушла, скотина. Я говорю, дело не в этом, скотина или не скотина. Я говорю, дело в том, что вы потеряли цель в своей жизни. Да. Я говорю, вот в этом вся проблема, а не в жене. Проблема заключается в том, что вы не понимаете, насколько важно определить, что такое главная цель в жизни, какая цель должна стоять на втором месте, какая на третьем. И надо в своей психике это все очень глубоко распределить. Если человек этого не делает, он может погибнуть. Вот реально может убить себя. Потому что многие люди, не выдерживая, попадают в психушку. Психушка означает, что ум настолько перегрелся, что наступил срыв. В нем как бы ядерный взрыв произошел. И людям потом восстановить функции ума очень трудно. Мне одна родственница попала в психиатрическую больницу. И психиатр, который ее курирует, сказал, с таким видом приступа, который она получила, восстановить ее психически невозможно. Она говорит, всю жизнь будет болеть, и у ней всю жизнь будут приступы. Он так сказал мне. Почему? Потому что бывают такие нагрузки на ум психические, что это потом уже становится невосстанавливаемым. Психическая структура, анатомия, скелет ума разрушается. Понимаете? В результате человек не может уже нормально жить. Поэтому мы должны беречь свой ум и не давать ему возможности таких перегрузок. Такие перегрузки сильные терпеть. Для этого надо распределять цели. Надо разобраться в себе, чего мы хотим от жизни. К чему мы стремимся. Это уже другой вопрос. Мы будем это серьезно обсуждать. Но это важная тема нашей лекции, потому что стресс, что такое стресс? Стресс – это когда у человека теряется жизненная нить. То есть он к чему-то стремился в жизни, чего-то желал, и вдруг это оборвалось каким-то образом. И он не знает, как ему дальше жить, ему тяжело. Некоторые верят в работу, допустим. Люди ради работы жили. Особенно это у мужчин бывает часто. У женщин реже. И человека выгнали с работы. Все. Он что начал делать? Понятно, что он начал делать. И это означает, что он убивает себя. Почему? Потому что он не хочет жить. Почему? Потому что... Зачем человек пьет? Пить хочет. Пить хочет. Счастье хочет, правильно. Счастье кончилось. И он думает, где счастье брать? У него нет вариантов никаких. Он берет рюмочку раз, долбанул. Счастье придется. Вы ошибаетесь. Если человек внутри счастлив, он не будет пить. Почему? Имеется в виду, счастье означает цель. Если человек чему-то устремлен в жизни, он хочет к этой цели. Он не будет пить, потому что у него счастье оттуда идет. Он думает о цели своей. Понимаете? Но если человек потерял цель в жизни, или просто у него никогда не было ее, то он пьет почему? Потому что в уме нужно счастье. Все. Нет счастья, надо пить. А? Я говорю не про радость и горе. Я говорю про счастье и несчастье. Радость и горе находятся в уме. А счастье и несчастье находятся в сердце. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце. Как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Вот здесь находится центр ума человека. Сердце в голове. Мы думаем, что он здесь находится, здесь центр ума. Что ты умеешь так любить. Вот, то есть ум здесь, он любит ум. Любовь означает гармония между людьми. Состыковка произошла. Союз Аполлон. То есть энергетические состыковались. Гармония пошла, любовь пошла. Вот, любовь пошла, значит хорошо. Любовь пошла, хорошо, значит это цель моей жизни. То есть мы очень быстро и легко цель выбираем. Но если здесь ничего нет, пусто здесь. Наш человек пьет. У него ничего нет здесь, кончилось все. Почему? Почему? Потому что мы очень... Мы очень безвольные в вопросах счастья. Мы привыкли счастье получать, а не создавать. В этом большая проблема. Есть умственная платформа у людей жизни, а есть разумное существование. Умственная платформа означает кустарная жизнь, жизнь растения. То есть человек приходит домой, он пользователь, потребитель счастья. То есть он приходит так, раз, телевизор включает, мертвые не потеют. 556 серия смотрит. Мертвые никогда не потеют, не важно. Важно, что надо смотреть. Интересно, как они не потеют. Или Санта-Билиберда, там, 685 серия, там, 685. Не важно. Важно то, что в это время человек что делает? Он ловит счастье. Как антенка сидит, ты смотрит на счастье. Там это Санта-Билиберда, там ходит, что-то делает, там гордины мешает, там еще что-то. Он смотрит, как живут люди в Бразилии. Это не в Бразилии живут на самом деле, а там, в этом месте, где это все делают, понимаете. Это называется студия. Знаете, это не Бразилия в студии, так-то вот. Но так или иначе, не важно. Важно то, что мы любим смотреть. И это означает пассивная жизнь. Она не приносит никакого счастья, потому что человек становится потребителем счастья, а потребительское счастье быстро кончается. Человеку уже надоедает Санта-Билиберда, ему хочется уже подключить кабельное телевидение и посмотреть, что там показывает. Вот. То есть надо какие-то варианты, понимаете. Он все время меняет, поэтому количество телевидения все больше и больше становится, а тело человека все это надоедает. Потому что человек не может жить вот этим потребительским счастьем слишком долго. Ему нужна настоящая жизнь, потому что это жизнь искусственная. Настоящая жизнь означает, вышли на улицу, попели вместе. Не в пьяном виде, а в нормальном. Вы видели хоть раз сейчас, чтобы люди вышли на улицу с гармошкой, трезвые, и просто попели? Нет. Для чего? Какой повод? Повод такой, просто чтобы жить. Льется музыка, 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 то печаль, а то веселя. Она откуда льется? Вот отсюда из сердца. Почему? Потому что так хочется жить. Понимаете? Человек должен учиться жить. У него песня должна изнутри идти. Он должен активным быть. Он не должен сидеть вот такой, просто смотреть телевизор. Пассивное существование не приводит к счастью. Надо учиться жить. А жизнь означает действие, поступок. Человек должен что-то делать. И вы скажете, а что делать? Все сделано. Белье стирается в машине само. Потом машина сама едет. Идти никуда не надо. Компьютер сам работает. Все само делается. Как жить сейчас? Объясняю. Дело в том, что есть один атрибут жизни, который никто у нас забрать не может. Это деятельность ума и разума. Есть деятельность на потребление, есть деятельность на отдачу. Допустим, кто из вас вот сел, вот садился вот так вот в последнее время и, допустим, повторял, я желаю всем счастья. Или я тебя хочу простить. Я прощаю тебя. Прости меня, пожалуйста. То есть, деятельность ума. Человек садится и начинает жить умом. То есть, он пытается победить себя, молитву читает. То есть, он действует, живет, активно что-то делает в своем сознании. Он пытается поменять свою жизнь. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. То есть, зачем человек пораньше встает? Это тоже отдельная тема. Может быть, об этом поговорим. Но так или иначе, идея в чем заключается? В том, что когда человек что-то меняет в своей жизни, его жизнь меняется. Но для этого надо действовать. Часто девушки думают, когда же мой любимый появится в моей жизни? Никогда. Почему? Потому что для того, чтобы любимый появился, он должен... Надо понять, чего любимому надо. Любимому надо, чтобы женщина излучала счастье. А женщина может излучать счастье тогда, когда она самодостаточна. А когда она ждет постоянно, у нее слюна течет, она на мужчин смотрит. Она никогда замуж не выйдет. Почему? Потому что никому такие не нужны несчастные. Понимаете? Нужны радостные девушки. Радостные означает, что у них изнутри прет. А изнутри прет означает деятельность разума. Это значит, что человек просто знает, что ему надо жить. И это девушка, которая решила жить, а не ждать любимого сидеть. Вот. Она идет. Бабушка, кстати, живет в соседнем, допустим, квартире. Она развивает себе женские качества, чтобы стать красивой. Некоторые думают, чтобы стать красивой, надо мазаться. Он больше хам. Я когда летел к вам сюда, смотрел журнал, аэрофлотский. Там говорят, до лечения, тетка такая, после лечения такая. И у нее как кожа получше стала, все. Ну классно. Еще бы внутри получше стало. Иногда как бы внешне-то смотришь, кожа нормальная, а когда в глаза посмотришь, страшно становится. Почему? Потому что не кожу единую любит мужик. Понимаете? Там за кожей что-то есть же? Там есть характер. И надо ему развивать. Надо звонить в бабушке в дом. Открывается дверь, бабушка такая. Я, дуренька, садить уже не могу. Она, бабушка, садитесь, все. В баню посадила, помыла, постирала ей одежду, все помешала, все. Такая мила, уложила спать, все. На следующий раз приходит бабушка, поднимается, говорит, доченька, тебе мужа желаю хорошего, все желаю в жизни, тебе такая хорошая. И это сбудется. Потому что она провела волевое утилия, это функция разума. Когда человек свою силу разуму передает, она передается. И доченька обретает эту силу, она, бабушка, показывает, вот смотри, вот это я, это мой муж. У нас очень хорошая семья была счастливая, мы жили, и ты тоже хорошая, такая же, как мы. И это все передается, она понимает отношения, чувствует их, она начинает думать, вот такие, вот такая у меня жизнь, такая же должна быть, как у этой бабушки была. И все, у ней потом все получается в жизни. Почему? Потому что она, как женщина, активно живет, действует. Она заботится о людях, помогает. Там птичка прилетела, накормила там и все прочее. Она счастливая, ей нравится жить, она поет, танцует, бегает, в очередь выстроится. Она еще будет выбирать, этот нравится, этот не нравится, этот вообще дурак, пошел. Вот, она будет выбирать. А если она сидит? Грустовка меня снедает, не женат, лишь я хожу. Соответственный результат, несчастная судьба. Почему? Потому что есть разница между деятельностью ума и деятельностью разума. Мечты, мечты, где ваша сладость. Мечты прошли, осталась гадость. Поэтому деятельность ума это мечты. Или просто размышление, человек думать начинает. Когда кто-то бросает кого-то, то тот, кого бросили, он начинает думать. Что делать, что делать? Он начинает размышлять. Когда человек думает, у него сжигается психическая энергия, он становится обессиленным. И у него, он таким образом думая, размышляя, он постоянно сжигает свою силу. И таким образом он теряет свою энергию. Он становится астеничным, то есть у него теряются силы. Человек становится очень слабым психически и физически. Он не может уже ни работать, ни что-то по дому делать, ни быть здоровым. Потому что на все это нужна и на это психическое. Почему мы так думаем, думаем, потому что мы не знаем, как делать. Мы не знаем, как работает ум, как работает разум. Мы не понимаем, что думать бесполезно. Надо садиться и молиться. Потому что когда человек молится, он повторяет какую-то фразу. Зачем он повторяет? Он как антенка настраивается на определенные энергии. Допустим, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Человек повторяет, он настраивается на энергию счастья. Потом раз ему хорошо стало. Почему? Потому что разум включился. Разум включился, энергия счастья пошла внутрь, он поверил, что счастье есть. Очень нужно каждому из нас знать, что счастье есть. Да? Ну то есть в этом идее заключается работа разума. Следующая психическая структура называется психической энергией. И само желание жить активизирует движение психической энергии. Когда человек хочет жить, он вдыхает воздух. Ему хочется дышать, означает хочется жить. И когда человек вдох делает, кроме кислорода, как говорят нам врачи, там и физиологи, ведоописывают, психику поступает. Есть 7 психических центров в организме, в них поступает прама, психическая энергия в этом мире. Допустим, вы приходите в горы. И вдыхаете, чувствуете, что вы вдыхаете не только ртом, но также как будто бы вот здесь тоже. Что-то вошло сюда внутрь. И у некоторых вот голову входит, у них голова легкая становится. Вот они вдохнули, и в голову вошло. Некоторым в горло входит, некоторым в задницу входит. Ну, неважно, у всех по-разному, где нуждается энергия человек. Есть паховый центр, есть копчиковый центр. Поэтому есть 7 психических центров. Но так или иначе, куда-то должно войти, потому что в горах много энергии психической, понимаете? Поэтому люди в горы лезут, чтобы там подышать. Что они там делают в горах? Там больше делать нечего, там даже ходить нельзя. Я помню, в горах жил, вот в деревне жил, там Кула такая, деревня Кула. Там жил 8 месяцев. И там вот в этой деревне, и там вот в том такой, как там ходить? Там дом вырубили, вот такое место для дома поставили, все. Там ходить нельзя, там дорожки только такие идут. Свернул уже, ты вниз идешь уже. А вверх потом трудно подниматься. Поэтому ты по дорожке прошел, все, ходить больше негде. Мы на равнине живем, куда хочу, туда иду. А там не походишь. Но в горах интересно жить. Почему? Потому что там энергии много. Там растения берешь обычное, заварил чай, попил, и ты так, крыша поехала от энергии. Там много прана. Там не горы, прана есть. Также прана есть в технической энергии, где? В лесу. Человек, допустим, от стресса истощен, у него сил нет. Надо идти в лес. Прямо идти в лес и по лесу идти, идти, идти. Я не знаю, как у вас тут с лесами. У вас есть леса? Нет. Ну далеко не зайдешь, да? Там тебя медведь какой-нибудь пригребет. Нет? КТ шуфрешься сейчас уже. КТ шуфрешься сейчас уже, я понял. Поменялось, ландшафт поменялся. Ну так или иначе, в лесу хорошо ходить. Почему? Потому что силы прибавляются. Человек не знает этого, поэтому сидит дома. В этом и заключается проблема. В доме нет праны. Дома нет праны. Почему? Там нет деревьев, нет гор. Там есть просто коробки. А там нет психической энергии, потому что они сделаны неправильно. Существует знание специальное. Ведо описывают, как надо строить, чтобы там была энергия психическая, скапливалась постоянно. Окна должны быть сверху. Туда свет солнечный должен заходить, энергия. И так далее. Надо все распределять правильно. И когда в такой дом заходишь, там ты отдыхаешь, там не устаешь. Но у нас курятники не построили. Вот. И в этих курятниках мы кударчим. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот, сидим, живем. Вот. То есть в этом заключается наше счастливое существование. Но так или иначе, есть и другие представления о том, как жить. Надо строить правильно по науке ведической. Есть в Асту-Шастре такое знание. Есть китайское фэн-шуй тоже. Там описано, как строить. Это все совпадает. Ну ладно. Так работает психическая энергия. В ней есть, у нас в организме есть, вредо описывают, порядка 500 психических каналов и умственных одновременно. Энергии. Эти каналы на санскрит называются нади. Много нади. Нади. Вот. Называются так эти психические каналы. Вот. И из них семь самых главных. Самый главный канал психической энергии называется сушуна. Идет вдоль позвоночника. Не внутри позвоночника, как некоторые думают, а на тонком плане идет. То есть, если позвоночник убрать, то шумно остается. Понимаете? Также есть тонкая зона сердца, которая называется предоя. Не там, где сердце находится, а оно тоньше, чем сердце. Понимаете? Сердце убрать предоя остается, это зона. Понимаете? Человек все равно будет сердцем чувствовать, даже если у него будет искусственное сердце. Имеет значение. Это другая структура, психическая структура. Итак, вот этот вот канал психической энергии сушуна вдоль позвоночника, он дает энергию жизни человеку. А есть еще другой канал психический, который называется Чихтанади. По нему течет ум. Этот канал психический начинается в области сердца и заканчивается в органах чувств. Ну ладно, не буду вам эти все объяснять вещи. Вы с ума сойдете, слишком много информации. Так или иначе, у меня есть книга, я вот ее сейчас дописываю, называется «Развитие разума». Там тоже преодоление стресса, последняя глава. Книжка, ну то есть два тома вот таких, где-то 1400 страниц в общей службе. Ну то есть замучаетесь читать. Но там интересно. Она выйдет через полгода где-то. Есть книга, у меня тоже написана, называется «Тонкое состояние человека». Ваша сибирская компания не привезла книги. Ну, машина как это, транспортная, может, не сибирская, не знаю. Другая постоянно. В общем, мы книги отправили, нам сказали, что они должны были прийти несколько дней назад, а они придут только в понедельник. Поэтому мы без книг остались. Куда они придут, сюда придут. Нас только здесь не будет уже, не знаю. И на Тонко в плане уже здесь. Понятно. Ну ладно, так или иначе, следующая психическая структура, последняя, называется «Эгоизм человека». Самая сложная понимаемая психическая структура. Эта психическая структура, она пронизывает все наше существование, она пронизывает ум, разум, психическую энергию. Есть два типа эгоизма. Есть истинный эгоизм, есть ложный эгоизм. Ложный эгоизм уничтожает наше счастье, истинный эгоизм дает нам счастье. Истинный эгоизм заключается в том, что человек считает себя счастливым, если он сделал что-то полезное для других. А ложный эгоизм означает, что человек считает себя счастливым, если он что-то делает для себя. Когда человек себя считает счастливым, делая что-то для себя, он становится счастливее сразу. Но жизнь свою он разрушает, свою судьбу разрушает. Допустим, женщина говорит мужу, ну вот посмотри, мой дорогой, как ты со мной разговариваешь. Ты разговариваешь со мной неласково, незаботливо, ненежно. А любовь твоя может проявляться только, когда ты говоришь со мной, ласково, заботливо и нежно. И он начинает говорить с ней, ласково, заботливо и нежно. Но любовь это такая штука, которую насильно изнутри не вытащишь. Когда он начинает насильно, заставляет себя говорить, насково, заботливо и нежно, результат любовь вообще заканчивается у него. Понимаете? Она вроде хотела как лучше, заставить его любить. Это деятельность эгоизма. Сначала вроде бы хорошо, ласково говорит, а потом сердце у него вообще отваливается. И он уже не хочет совсем любить, потому что она его замучила. Любовь это вещь, которую мы не можем сами вызвать в сердце другого человека. Это приходит от того, что мы проявляем качества определенные. Например, верность вызывает сильную любовь. Или уважение к человеку вызывает к нему любовь. Тебя уважает кто-то, ты его начинаешь любить за это. Или искренность. Человек искренность с тобой себя ведет, ведет, ведет раз, ты чувствуешь, к нему любовь пошла. Это то, что дает любовь. Но эти качества, искренность, уважение и верность, это качество истинного эго. Потому что они не приносят сразу счастья. Когда человек верен, это аскеза. Верность это аскеза. И как много девушек хороших, как много ласковых имен. И можно туда посмотреть, и сюда посмотреть. Да? Как там? Жизнь прошла. Там Джульетта, там вот это, это, и так далее. Как вы перечислили? Лизетта. Лизетта. И так далее. То есть, это означает, что у него нет верности. Понимаете? Верность, когда человек себя держит аскезе, он говорит, я хочу быть верен своей жене, чтобы она была счастлива рядом со мной. Она становится счастливой или нет? Да. Это работает. Но мы этого не знаем. Нам кажется, что надо жить для себя, и тогда будешь счастливым. Вот в этом заключаются два пути в жизни. Потому что истинное эго и ложное, они соединяются очень крепко с разумом. И то, и другое имеет право на жизнь. Когда ложное эго приходит в разум, человек думает, ну, конечно, это глупо вообще, думать, что я должен работать для кого-то другого. Я работаю для того, чтобы получать зарплату, господа. Он говорит. И когда люди слушают его, думают, ну и работай себе. Они думают, ты, может быть, и нормальный человек, но с тобой близких отношений не построишь. Потому что тебе никто не нужен. Ты живешь только для себя. И такое человек действительно разрушает свою жизнь. Потому что есть два проявления ложного эго. Это жить для себя или жить для своей семьи. У мужчины больше разу это жить для себя. У женщины больше разу это жить для своей семьи. Но и то, и другое является проявлением ложного эго. Когда человек так настроен, к его жизни входит страдание. Потому что, допустим, я живу для своей семьи. Это значит, что кто-то будет мешать. Понимаете? Я для своей семьи. А, допустим, соседка, она не понимает, что мы живем для своей семьи. Ее собачка капает у нас под дверью. Каждый день. И в моей семье от этого становится плохо. Потому что плохой запах заходит в квартиру. Олег Геннадьевич говорит, что это вызывает болезни. И соседка поэтому гадина такая. Вместе со своей собачкой. И собачку эту надо пристрелить. Смотрите, вроде бы изначально мы хотим счастья. А получается убийство. Или ругань. Почему? Потому что мы непрекравильно понимаем счастье. То есть, если человек, допустим, настроен сделать счастливыми всех, то, допустим, собачка покакала под дверью. И он хозяйке звонит и говорит, у вас собачка болеет, что ли? Она что-то у вас какать начала везде. Она болеет, что ли, у вас? Хозяйка, сейчас посмотрим, узнаем, что такое случилось. Да она вот какает у нас, там, там, какает везде. И хозяйка думает, наверное, болеет. Надо ее полечить. Или, может, она не упривучена какать. Мы разберемся в этом вопросе. Она говорит, ну, разберитесь, ничего страшного. Мы потерпим. Так действует истинное эго. Можно решать вопросы. Она, видите, решила все с хозяйкой. То есть, стыдно стало. Господи, ну что еще такое? Ты собачка, ты моя. Ты ее шрешь-то везде. Она начнет с ней общаться. Собачка почувствует, что-то не так. Начнет какать, где надо. Почему? Потому что идет контакт, общение. Когда действует ложное эго, люди не могут общаться, потому что они находятся на своей волне. Они для себя что-то делают. У них нет идеи общаться, слушать. И говорят, слушайте, общаться. Нет идеи. Почему? Потому что действует ложное эго. Два человека могут жить вместе в одной квартире много лет. И они искренне не говорят друг с другом. Не беседуют искренне друг с другом. Почему? Потому что они настроены эгоистически. От этого разрушается семья. Вот кто из вас подумает, не надо руку поднимать. Кто из вас... Кто из вас в течение недели хотя бы один раз, искренне, без эмоций, не то что, я тебя люблю, а ты меня не любишь. Нет, я говорю, искренне означает по душам. Вот спокойно поговорил со своим близким человеком хотя бы один раз в неделю. Не надо руку поднимать, просто подумайте. А если вы этого не сделали, значит у вас неправильное настроение в квартире. Вы не понимаете, что такое личное счастье. У вас неправильно работает микросхема. И это означает, что счастья не будет. Будет только разруха в доме. Понимаете? Потому что и то, и другое кажется правильным. Но веды объясняют. Дает разный результат в жизни. Если женщина не понимает, как правильно служить близкому человеку, как настраиваться правильно, она разрушает свою жизнь. Например, она готовит мужа, допустим, готовит, готовит. Один вариант. Она готовит просто, чтобы он был счастлив. И она так настраивается, искренне. Так очень трудно настраивается, надо совершать аскезу. Потому что хочется самой быть счастливой. Но она хочет для мужа жить. И настраивается для него. Один вариант. Она приносит ему покушать. Готовит очень вкусно. Он ест и забывает похвалить. Ей плохо становится. Почему? Потому что она ждала награды. Второй вариант. Он ест, и она думает, хорошо, вкусно. Он говорит, не торопись, мой дорогой, не торопись. Он говорит, так вкусно же. Не торопись, расслабься, ничего страшного. И она ему дает возможность, чтобы он покушал хорошо. Потом она говорит, ты отдохни, полежи немножко. И он такой, встает. Сильно пошел работать. Все, заработала система. И он ей очень благодарен в сердце. Снаружи он может сказать. Он может что-то сказать, но в сердце он очень благодарен. Почему? Потому что благодарность это такая вещь, которую невозможно удержать. Она приходит от бескорыстия. Вот если человек бескорыстно что-то сделал, в сердце приходит благодарность этому человеку. А внешне ты можешь сказать все, что угодно. А благодарность она держит отношения. Допустим, человек загордился в отношениях, он плохо себя начал вести, но близкий человек бескорыстно к нему относится. И близкий человек думает, ну ладно, что же делать. И он раз от него отстраняется. И тот чувствует, что что-то не то. И он начинает раскаиваться. Почему? Потому что он есть что терять. Если человек честно с тобой себя ведет, есть что терять. Если он ведет себя, для себя живет, нечего терять. Одна женщина лекции моих наслушалась. Думает, надо что поспитать близкого человека, надо от него чуть-чуть отстраняться. Переставать давать им привычную порцию заботы и близких отношений. Чуть отстраняться. И он тогда думает, ой, что-то не то, и начинает исправляться. Так действуют отношения. Надо всегда заботиться двух видов заботы о близком человеке. Надо бескорыстно служить ему и воспитывать его. Два вида отношений создают счастливую жизнь. И то, и другое аскеза. Потому что бескорыстно заботиться очень трудно и воспитывать тоже очень трудно близкого человека. А корыстно заботиться легко и ругать его тоже очень легко. А это совсем другое. Воспитание означает, что ты не злишься на него. Ты просто его учишь. Чуть-чуть устранился от него, не даешь ему счастья, как раньше, он чувствует что-то не так. В этом идее. Ну вот одна женщина взяла, отстранилась. На неделю. Уехала к маме. Приходит домой. Муж говорит, слушай, как хорошо. Ты еще на неделю уедешь. Я прям отдохнул. Мне так хорошо стало. Она мне говорит, как я отстранилась, а он говорит, еще на неделю уедет. Не работает система. Я говорю, так вы его третировали всю жизнь, а теперь на неделю оставили в покое. Конечно, он будет счастлив. Отстраняться предполагается, что женщина бескорыстно служила. И муж привязался к ней, а потом она отстранилась. И он чувствует, что что-то теряет. Но если она его третировала всю жизнь, а потом на неделю отстранилась, так он будет счастлив. Понимаете идея? Разницу чувствует, нет настроя. Есть корыстный настроек, есть бескорыстный. Они разные. И дают разный результат в жизни. Мы с вами разобрали психические структуры все. И сейчас переходим к теме стресса. Сейчас у нас восемь часов, две минуты, да? Там примерно. У меня просто пять часов на часах. Поэтому это серия времени. Значит, стресс возникает, когда человек теряет свою привычную жизненную нить. Это особый вид испытания жизни, при котором судьба не посылает привычную дозу счастья. Мы об этом говорили. И человек может в этом состоянии находиться несколько месяцев. Это не является стрессом. Это называется стрессовой реакцией. То есть человек, допустим, чувствует плохо жить. Потом раз, все наладилось, все исправилось. Стресс возникает тогда, когда ничего не наладилось. Понимаете? То есть стресс означает, что было плохо и осталось плохо. Человек ждал что-то от жизни, но он не дождался. То есть это означает стресс. То есть судьба разрушена. Цель жизни разрушена. Она попрана судьбой. И пока человек не поймет, как дальше жить, не осознает, что есть высшие ценности, высшее счастье, высшее понимание жизни, он будет оставаться в стрессе и он будет очень сильно страдать. Это не касается каких-то деградантов, людей, которые там живут на помойке. Нет, это касается всех, без исключения людей. Начиная от президента страны и заканчивая простым человеком, все люди будут страдать от того, что они потеряли цель жизни. Потому что психика у всех людей работает одинаково. Цель жизни потеряна, наступает слом. Психические сломы. И, ну, можно сказать, что в принципе, да ерунда какая-то, переживем. Но не тут-то было. Оказывается, даже если мы перетерпим этот психический слом и сможем как-то прожить психически в угнетенном состоянии, то проблема заключается в том, что организм не сможет прожить. Потому что от стрессов этих всех возникают злокачественные опухоли, возникают гормональные расстройства тяжелейшие, у женщин наступает бесплодие, то есть у них полностью прекращается цикл и так далее. У мужчин наступает импотенция, и у них нарушается воля, то есть они потом уже не могут уйти, устроиться на работу много лет и так далее. Ну, то есть человек, находясь в стрессе, его способность жить рушится, понимаете? То есть у него теряются силы психические, он тает на глазах, этот человек. Поэтому даже если он с точки зрения силы воли может это перетерпеть, то с точки зрения жизни все равно это опасно, понимаете, жить в стрессе. Поэтому мы с вами сейчас будем изучать серьезно эту тему. Откуда берутся стрессы, что с ними делать, как с ними бороться. И для того, чтобы изучить эту тему подробно, мы сейчас, сегодня остановимся... Ну, завтра мы будем говорить о классификациях стресса там и так далее. А сегодня мы поговорим о том, что существует судьба, о том, что существует определенная закономерность о том, что происходит в нашей жизни. И я хочу вам это подробно объяснить с точки зрения ВЕТ, как это выглядит вообще. Дело в том, что любое желание, любой поступок, который мы совершаем, он никуда не уходит. Все это остается с нами навсегда. То есть мы ничего не лишаемся, ничего не теряем. Каждая мысль, каждое желание, каждый поступок остается с нами навсегда. Вот здесь в области сердца существует такая структура. На санскрике она называется Мохабхага. Но на самом деле, по-русски, если сказать, это глубинная память. То есть там скапливаются все наши поступки, все наши события, какие только в жизни есть. И это тонкая энергия, мы ее не можем видеть. И эта тонкая энергия содержится в виде сжатой такой энергетической структуры. Я сейчас вам пишу, как описано это в ведических трактатах. Если говорить об уме вообще, в целом уме, то если вы хотите понять, как устроен ум, то возьмем срез озера. Наверху среза находятся волны. Волны — это наши мысли. И наши мысли, и наши желания — это волны ума. Они на самой поверхности находятся. Дальше срез воды, толща воды — это наше настроение. Есть настроение, которое мы чувствуем, наш настрой, который мы чувствуем. Мы говорим, у меня хорошее настроение, у меня плохое настроение. То, что мы чувствуем — это верхняя часть воды, толщи воды. А то, что мы не чувствуем, но чувствуют другие люди от нас, это уже подсознание. Та часть настроения, которая действует на других людей, но мы этого не знаем. Допустим, человек говорит, «Я с тобой не могу больше жить, потому что я тебя разлюбил». Человек, допустим, нам такое говорит. Это возможно или нет, что близкий человек разлюбит? Возможно. Каждому, поднимите руку, кого никогда не разлюбят. Вот есть несколько человек, которых я никогда не разлюбил. Вы ошибаетесь. Почему? Потому что это зависит не от вас, а от вашей судьбы. То есть там, в толще ума, нам так кажется, на высоте счастья кажется, что это будет длиться вечно, но мы не знаем, что судьба меняется. Итак, нижняя часть вот этой толщи воды, это та часть психической энергии в нас, которая на других людей действует, но мы этого не чувствуем. Мы не можем понять, почему же он меня разлюбил, что я не так, я так же улыбаюсь, как раньше, я так же моргаю, так же смотрю, так же верю в него, так же верна, но он почему-то меня разлюбил. Непонятно, в чем причина. Мы не можем понять, причина внутри находится. Причина в судьбе. Дальше, следующая часть. Вот мы толщу воды всю разобрали, а там есть еще ил внизу. Вот этот ил соткан из узелков кармы. Называются карма-васаны, узелки кармы. Каждый узелок создается из многих событий. И не думайте, что это касается только этой жизни. Веда объясняет, что тонкое тело ума, вообще тонкое тело, вот из всех психических четырех структур, оно не умирает, оно постоянно живет. Вместе с душой она перемещается от одного тела к другому. Еще это тонкое тело ума называется телом желания. Вот в зависимости от того, чего человек в жизни хочет, таким он в следующей жизни и становится. Мы каждую секунду своими желаниями формируем свое будущее тело, будущее жизни. Допустим, девушка постоянно мечтает о парне. В следующей жизни, значит, она будет мужчиной. Если парень постоянно думает о девушке, в следующей жизни, значит, он будет женщиной. Если, допустим, человек ходит и думает, все козлы, все козлы. Я в жизни не знаю, кто козлок. Потому что он думает о козлах. Понимаете? Это серьезно. Если, допустим, человек любит только кошечку свою, и все. В следующей жизни он будет кошечкой. Потому что он больше никого не любит, только кошечку. Понимаете? В следующей жизни, значит, будь кошечкой. На что человек концентрирует свое сознание, таким он становится в следующей жизни. Желания воплощаются. Понимаете? То есть они переформируют тонкое тело, желания. Меняют его психическую структуру. Вы сразу скажете, а что, значит, плохо ждубить животных? Я вам отвечу. Из два вида любви. Есть любовь дающая, а есть любовь ждущая. Ждущая любовь – это всегда эгоизм. Это всегда эгоизм. И это всегда плохо. Любовь дающая всегда хорошо. Когда человек дает животному, то он не будет животным в следующей жизни. Он очистит свое существование таким образом. Он ничего не ждет от собачки. Он просто дает ей все. Но это другая, понимаете? Это другая жизнь, более возвышенная. Мы должны научиться так же. Это другая тема. Но так или иначе, надо понять, как расправиться. Это очень важно. Так вот. Каждую секунду нашей жизни в этой глубинной памяти, вот там, где вот этот ил, накапливаются узелки кармы. Есть хорошая карма. Это бескорыстные поступки рождают хорошие узелки. А корыстные поступки рождают плохие. Это все накапливается. И эти узелки кармы – это огромная сила, влияющая не только на нас, на наше настроение. Самое ужасное заключается в том, что оно влияет на все вокруг нас. Оно создает, оно притягивает людей. Допустим, один человек живет в Москве, другой в Магадане. И когда пришло время им встретиться, они взлетаются. Один живет в Москве, другой в Ленинграде. И он, набухавшись, едет к этому человеку в похожую квартиру. Открывает там дверь, заходит, поют вместе, танцуют, выпинывают ее близкого человека. Это называется судьба. Но если бы они знали, как поступать правильно, этой судьбы бы не произошло. Понимаете? Если бы они не бухали, если бы они знали, как относиться к близкому человеку, и так далее. Тогда бы это все не произошло. В этом заключается знание. Человек может победить свою судьбу. Если бы он не пошел с друзьями в баню, он бы победил судьбу. У него все было бы хорошо в жизни. Не разрушил бы жизнь близкого человека. Потому что на костях чужого другого счастья не построишь. Как можно построить счастье? Два человека остались страдать, а вы счастливы стали теперь. Ничего подобного. Невозможно. Если ты сделал несчастным кого-то тем, что ты выбрал другого, значит ты потом будешь страдать в этих отношениях. Так действует карма. Карма – это закон справедливости. Абсолютно непреклонный. Его нельзя победить с помощью уговоров, там обещаний и так далее. Как действует эта структура вся? Очень интересно все это действует. Веда объясняет, что в нашей Солнечной системе все вот эти маленькие кругляшочки, которые мы видим над собой, Венера, Марс, планетки все эти маленькие летают. Их не видно почти, так? Они обладают огромное влияние на нашу жизнь. Мы даже себе представить не можем. Я когда изучал это, я лечу камнями. Видите, здесь камня. Похожник с сапогами. Я знаю точно, как это работает. Идея в чем заключается? В том, что когда у человека, допустим, голова болит сильно, он сидит и давит на голову, болит. Это значит, что на него давит Сатурн. Прям просто давит ему на голову Сатурн. Вот, допустим, на втором ряду женщина, вот раз, два, три, вы. Да. У вас сейчас спазмы поварят. Нет? Есть. Есть. Я знаю точно, что есть. Я их вижу. Вот. Это действует Сатурн. У вас бывает мигрени? Ну что, батюшка, у нас никто не бывает. А? Что? Что вы, батюшка, у нас никто не бывает. А, понятно. Ну, то есть я просто, как пример, не то, что я в чем-то обвиняю, просто я говорю так, на вскидку. У вас немножко вот в этих зонах спазмов здесь есть в голове. Я тоже, батюшка. Спасибо. Это мой главный врач. Удивите. Вячеслав Назар. Ну ладно, маленькая планная пауза. Вот. Да, это Сатурн. Да, это Сатурн. То есть если у человека что-то чувствует, то у него мысль остановилась, ничего не соображает. Значит, Меркурий плохо начал влиять. Если человек чувствует, что у него как бы пропали интерес жизни, значит, Юпитер плохо начал влиять. Если он чувствует, что кому-то трехнуть хочется, значит, Марс плохо начал влиять. Если он обиделся на всех, значит, Венера плохо начала влиять. А настроение испортилось, Венера плохо начала влиять. Если человек чувствует, что у всех порупал бы, это, ну, такой, как бы, все плохие, я хороший. Ну, то есть, это... Солнце плохо начало влиять. Понимаете? Очень сильное влияние планет на нас. Эти планеты, они действуют через глубинную память. Почему такое сильное влияние? Почему? Потому что это происходит на тонком плане психическом. У них тоже есть... У всех планет существует свое тонкое тело, свое психическое тело. Точно так же, как и у Земли. У пространства так же есть психическая энергия. Каждая точка пространства, она имеет свою психическую структуру, неповторимую. Все планеты Солнечной системы находятся в одной плоскости. Это называется плоскостью зодиака. Когда планета движется, ее взаимодействие с Землей меняется. И каждые 30 градусов движения меняется очень сильно. Древние люди это заметили, поэтому они разделили по 30 градусов все пространство, и получилось 12 знаков зодиака. 360 градусов, по 30, 12 получается. И каждый этот кусочек пространства имеет свою неповторимую структуру. Допустим, согласно ведической астрологии, сейчас Юпитер находится в одном месте, которое называется Водолей. согласно ведической астрологии. Сатурн находится в другом месте, которое называется Дева. Сатурн и Юпитер определяют погоду на Земле. Они влияют на климат очень сильно. Водолей является самым холодным знаком в гороскопе. И Дева является самым холодным знаком в гороскопе. Получается холодная зима. Вы видели, что было все хорошо? Глобальное потепление. Бац! Долбануло. Не волнуйтесь, глобальное тепление продолжает. Потому что в следующем году Юпитер выйдет уже в рыбу, а это не такой холодный знак, где будет мягче уже климат. Понимаете? Так действует это все. Эти планеты, они на все влияют очень сильно. Потому что, когда Юпитер зашел в Козерог, это самый для Юпитера убийственный знак. А Юпитер отвечает за бизнес. В первый же день, когда Юпитер зашел в Козерог, начался кризис. А до этого был сильный подъем, потому что Юпитер находился в стрельце, в самом сильном знаке для Юпитера. А потом, когда он выйдет через 7-8 месяцев из Водолея, который тоже является тяжелым знаком для Юпитера, начнется подъем в бизнесе. Понимаете? Поэтому очень сильно все это связано с планетами. Даже на все события на Земле планеты очень сильно влияют. Но они очень сильно влияют на нашу личную судьбу. У каждого человека есть свои болезни, какие-то связанные с влиянием планет. Допустим, у кого-то щитовидку там заживают. Не знаю, что делать. Значит, Меркурий плохо влияет. Вот. Если, допустим, ритм сердца стучит, значит, тоже Меркурий плохо влияет. Вы скажете, это все бред сивой кобылы, допустим, вы скажете. А я скажу нет. У меня есть подтверждение. Я ставлю, допустим, камень на палец, связанный с Меркурием, у человека ритм немедленно восстанавливается. То есть лечение камнями очень мощное лечение. Почему? Потому что нейтрализует плохое влияние планеты. Вы скажете, ерунда, самовнушение. Хорошо. Можно внушить вирусам СПИДа, чтобы они крякнули? Можно? Не знаю. Не знаю. А я знаю, что нельзя. Но с красками не получится. Потому что они не дураки, вирусы СПИДа, чтобы крякать. Тем более, что бактерии куберкулеза. Мы камнями сейчас туберкулез практически у всех вылечены. Ставим камень, и чего-то проходит туберкулез. Без всяких таблеток. Месяц за пять, за шесть. Тю-тю. То же самое СПИД практически у всех. Понимаете? Рак начальной стадии лечится практически у всех людей. Рассасывается окупы на глаза. Каким камнем? Каким камнем? По башке дал? Каким камнем? Поймите, что это очень сложно. Для того, чтобы вылечить человека крак, надо ему индивидуально подобрать порядка семидесяти камней. Каким камнем? Так бы все просто было. Каким камнем? У меня один друг тоже камни подбирает. У него проще, понимаете? У него, когда заходишь в комнату, у него несколько камней стоят. Он говорит, какой тебе больше нравится? И когда он ставит камни, это навсегда. Но он работает, памятники делает. Тоже с камнями занимается. Но там другая система, понимаете? Там все проще, там свой один камень нужен. А у нас не так. Надо подбирать, работать с человеком. Сорок часов требуется, чтобы подобрать точное увеличение. Это серьезно и сложно. И с помощью этой методики можно легко доказать, как влияют планеты на человека. Также камни могут менять связь человека с несчастными случаями. Допустим, у меня был один случай, где есть один такой интересный человек. Он как-то связан с преступниками. Я так и не понял до сих пор. То ли он связан с ними, то ли он их ловит. По-моему, и то и другое. Но так или иначе, он постоянно гоняет на машине. Я ему поставил камни на пальцы, для того, чтобы нейтрализовать плохую камню, связанную с ездой. И это реальный случай. Он слетел с моста. Машина в дребезги. У него разбилось два сапира синих, которые связаны как раз с несчастными случаями. Разбились полностью. Он остался жив. То есть машина в дребезги, сапиры в дребезги. Он вышел с машины, такой, нормально. Следующий раз было еще прикольнее. Он приехал ко мне, поставил новые сапиры. Опять поеду гоняться там за кем. Следующий раз произошло еще интереснее. Он, значит, попал в тяжелейшую аварию. Машина в смятку, короче. У него была трехлитровая банка томатного сока. Она, короче, разбилась у него вот здесь вот. Весь в томатном соке, в крови. То есть и он тоже, кстати, синие сапиры разбились. Он абсолютно жив. Просто он потерял сознание, потому что ужасно там был удар сильный. Он потерял сознание. Вот он лежит, сплющенный весь. Приехала машина. Не скорая помощь. Потому что там было все уже сплющено. Как бы приехала машина. И вот за ноги начали вытаскивать. Из машины. Потом смотрят, они теплые ноги. И у них за край слухые сомнения. А потом, когда он начал что-то стонать, они вызвали скорую. Приехала скорая. Там распилили машину. Вытащили человека, короче. Увидели, что он весь в крови. В реанимацию повезли. Привезли в реанимацию, помыли не одной раны. Он начнулся, в таз и пошел. Чего я туда привезли? Прикольно? Так или иначе, вот такая ситуация в его жизни произошла. Больше он не приезжал за камнями. Наверное, уже как-то поменял специальность. Так или иначе, это работает все. Эта система работает. Не факт, что всем кому-то камни поставят, они будут избегать аварий. Но так или иначе, это работает. То есть, есть влияние. И как действуют планеты? То есть, планета, когда она встает в определенном положении, у нас очень сильно от этого меняется судьба. Ну, допустим, было все хорошо, потом бац, и понеслась. Некоторые люди думают, что это сглаз, порча, там, закодировали, там, еще что-то сглазили, испортили, там, и так далее. Они так думают. Но это все бред. Человек сам виноват в своих проблемах. Его вина приходит с прошлого. Не то, что сейчас кто-то им плохо сделал. Не то, что кто-то плохо думает о нем, у него так происходит. Просто пришла тяжелая судьба. Пришло время, и вот там планета начинает давить вот на эту глубинную карму внутри, которая находится в глубоко в сердце. Какое-то узелок кармы выходит наружу, в эту толщу воды. Он идет снизу. Когда он снизу заходит, возбуждается, эта толща воды, она возбуждается, начинает, поднимается муть. И в это время психика человека начинает менять все вокруг. К нему меняется отношение начальства там, или, ну, вот, куда карма влияет, куда и пойдет влияние. Или испортится отношение с близким человеком, или испортится отношение с начальником, или родственники отвернутся, или не дадут квартиру. Ну, те, кто дают квартиру, как бы, не дают квартиру. У меня вчера была, во вторник была, вернее, консультация, открытая консультация. Кто из вас вреда радио смотрит? Есть такие? Ну, вот там как раз ситуация была, в этот день, когда женщина мне говорила о том, что что-то с квартирой связано. Она, по-моему, как раз в этот вторник было, что, ну, как бы, ей не могли, ей не дают квартиру. Что бы она ни делала, не дают квартиру. Что-то с квартирой связано. Вот, на самом деле, это судьба, это влияние судьбы. А, она мужа обвиняла. Она говорит, муж такой-сякой, вот точно точно, с мужем было связано. Муж такой-сякой, там, вот он у меня военный, там, и он не знает, как жить правильно. Всем квартиру уже дали, ему не дают. Ему начальница не дает квартиру. Она не понимает, что это ее собственная судьба. Ее собственная карма действует так, что через мужа начальство не дает квартиру. Очень трудно это понять. Кажется, что все вокруг дураки, кроме меня. Но в этом и заключается понимание, когда человек осознает, что это его собственная судьба, ему легче жить сразу становится. Он думает, это моя судьба, а мне не дают квартиру. Сразу легко становится. Потому что легко становится тогда, когда ты понимаешь, что происходит. Знание дает счастье человеку. Ты понял, что происходит? И легче стало сразу. Что? А я вам сейчас расскажу. Если вы уж такие настойчивые, я вам расскажу историю про козла. Один человек жил в очень тесных условиях со своей семьей. Это юридическая история. Приготовьтесь, слушайте. Это очень поучительно для наших мозгов. И родственники его третировали. Потому что на самом деле больше всего пространство влияет на женщин и детей. Мужчинам как-то они могут проще. Но не в казарме там могут, чтобы я не живу. Главное, чтобы кормили хорошо. А женщины, они очень сильно зависят от пространства. Две женщины, если живут в одной квартире, они на кухне порвут друг друга. Не дай бог, еще одна из них кладет не туда, куда надо специи, там, по кастрюле, там и так далее. Две женщины в одной квартире ужиться не могут, потому что они видят пространство психически. Они хотят, чтобы все было в квартире так, как они хотят. Поэтому им не хватает места все время. Им надо расширяться. Женщины так психически работают. Им надо больше, потому что они счастье от места, от местности испытывают, от квартиры. То есть, если, допустим, муж говорит, я тебя приглашаю в квартиру, он сам поклеил обои туда, все, сделал как надо все, как ему кажется. Жена приходит, смотрит, спасибо, дорогой. Через полгода все там наоборот уже стоит. Она под себя все это обои переклеит, все сделает, как ей надо. И все, и будет счастлива тогда. А пока она не так не сделает, она его запилить. Почему? Потому что психика женщины очень сильно зависит от пространства, от квартиры. И вот этого мужика прикировали, жена, дочери, все, короче, его пилили, что это тесно жить. И он уже не знал, как жить ему дальше, ему плохо стало. И он пришел к одной мудрецу и говорит, что делать, я не знаю, подскажи хотя бы какой-то метод, простой какой-то метод, подскажи, чтобы я избавился от этого страдания. Я не могу больше так жить, меня уничтожают родственники. Мудрец сказал, ты уверен, что ты готов сделать то, что я тебе скажу? Он говорит, я все сделаю. Вот что скажешь, все сделай. Он говорит, все хорошо, покупай козла, заводи в квартиру. Купил козла, завел в квартиру. Говорит, святой человек, а мы не доверяем святым. Говорит, мудрец сказал, лучше будет. Живут с козлом, короче, козел начал бодать, какать там, морать начал, короче, там устроил Кузькину маму им. Они терпели несколько месяцев. Потом говорят, мы решили уходить от тебя. Или козел, или мы, одно из двух. Он пришел к святому, говорит, слушай, ты меня обманул. Ты же мудрец, почему ты издеваешься, смеешься надо мной? У меня люди, родственники вообще не могут дальше жить. Они хотят уйти. Он говорит, ты иди, все, идет по плану, говорит. И теперь бери козла, говорит, и выводи, говорит, на улицу. Пускай живет рядом. Но они совсем не продавают. Он, короче, вывел козла. И родственники. Как хорошо. Козла нет. И они счастливо зажили в этой маленькой квартире. Но когда они начинали ныть потихоньку, может, нам расширить площадь там и так далее. Он говорит, сейчас козла заведу. Так что они стали счастливыми. В результате. Так ли, значит, идея заключается в том, что эти периоды плохого влияния планет могут длиться очень долго. И мы даже себе представить не можем, насколько это сильно влияет на нашу жизнь. Мы даже представить себе не можем. Каждый раз ко мне подходят женщины, которые говорят, я не могу выйти замуж. И они думают, что я сейчас пошепчу, поколдую, что-то сплюну туда-сюда, топ-топ-топ. И все. И она выйдет замуж сразу. Так люди думают. Они на что-то надеются. Как один больной лежал, говорит врачу, доктор, я могу на что-то надеяться? Врач посмотрел, говорит ему, смотря на что, ты будешь надеяться. Идея в чем заключается? В том, что она выйдет замуж. Это факт. Если доживет, то это времени. Почему? Потому что некоторые люди не доживают. Некоторые женщины впадают в такую депрессию. Они, понимаете, то есть... Допустим, если сейчас закончатся лекции, здесь закроют дверь. Вы разделитесь на две категории людей. Одни из них будут сидеть, спокойно смотреть на меня, а я буду смотреть на них. Мы будем любить друг друга в этой жизни. А другие будут ломиться туда. Понимаете? Будут ломиться. Кого-то задавят. Они будут ломиться. Почему закрыли? Уже домой пора. Понимаете? Они будут ломиться, ругаться. И кого-то задавят там. Кто-то помрет. Смерть и храмы. Понимаете? Почему он помер? Потому что он сильно хотел выйти раньше времени. Потому что... Потому что пока тот, кто закрывал, не пропрезвеет и не проснется. Все равно дверь будет закрыта. Поэтому никто не выйдет. Понимаете? Но я это как пример. Не то, что там закрыта дверь будет. Я просто... Я просто идею вам говорю, что человек не может терпеть. Он не может терпеть. Понимаете? То есть он не может ждать. А это необходимо. Допустим, девушке положено по судьбе выйти замуж только через три года. После чего? После сегодняшнего дня. Допустим. Через три года. Что делать? Ждать? Вот это и есть проблема. Ждать невозможно. Когда человек живет в бесчастье, он не может ждать. И он просто... Она просто сгорит от этого ожидания. Ожидание – это самый опасный вид психической энергии, существующий в нашей жизни. Самый опасный. Вы знаете, от чего люди напрягаются? От чего люди страдают? Если взять людей, допустим, некоторые люди ждут конца рабочего дня. Они уничтожают свою жизнь. Потому что это ожидание настолько их напрягает, что им приходится курить, чтобы расслабиться. Допустим, посмотрите, понаблюдайте за собой. Мы должны учиться быть самодостаточными всегда. И в этом заключается счастье. Надо быть счастливым прямо сейчас. Ничего не ждать. Один человек ко мне подошел, ну, как бы, меня спросил. Я говорю, когда под душем стою, как вы говорили, в это время я хочу кушать. Когда я ем, мне хочется спать сразу. Когда я сплю, мне хочется под душ. И говорит, что мне делать? Я говорю, вам надо просто застрелиться. И все. И учиться. Почему? Потому что сам настрой на жизнь неправильный. Надо победить себя. Надо каждую секунду жизни побеждать себя, заставлять себя жить. Вот вы сейчас на улицу выйдете, домой поедете, и вы встанете на остановку, и что вы будете делать? притягивать глазами автобус. Сколько его не притягивай глазами, он все равно раньше не придет. Точно так же, сколько не притягивай зарплату, ее все равно выдадут в определенное число. Жену сколько не притягивай, ее все равно получишь, когда придет время. А если ты будешь ждать, когда родится ребенок, то будет выкидыш. Вообще не родится. Понимаете идею или нет? Что когда человек ждет, он напрягается очень сильно. Почему? Потому что в это время он живет в будущем. Он ждет, когда у него будет счастье. А счастье нужно прямо сейчас. В этом заключается проблема нашей судьбы. Мы не понимаем, что есть два способа жить, которые разрушают жизнь. Первый способ – жить в прошлом. Второй способ – жить в будущем. Когда люди живут в прошлом, когда они все потеряли. «Закинулась белотина, была от старинного пруда, ведь была как буратина, я когда-то молода». Это прошлое. Люди живут в прошлом. Означает, что они страдают, они разрушают свою жизнь, они стареют от этого, что они думают о прошлом. Некоторые думают о будущем. «Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня птица счастья завтрашнего дня». «Завтрашнего дня». Означает, что когда-нибудь опасно так жить. «Вот выучусь в школе, поступлю в институт, тогда будет счастье. Выучился, поступил в институт. Вот когда выучусь в институте, тогда будет счастье. Выучился в институте. Вот когда устроюсь на работу, тогда будет счастье. Тогда и будет радостная жизнь. Устроился. Вот когда дойду до такого положения на работе, тогда будет счастье. дошёл? Вот когда, как в квартиру накоплю денег, тогда я буду часть накопил. Вот когда на дачу накоплю, вот тогда будет счастье Это означает бесконечные страдания Человек ждет, когда Новые, новые достижения Счастливым надо быть прямо сейчас А это возможно, только победив себя Человек не может быть счастливым В тех условиях, в которых он находится В этом зале холодно Здесь нет счастья О, это уже другое дело Это другое, понимаете? Счастье, знание, это совсем другое Это то, что является победой над собой Вы здесь сидите Понимаете? Вы сидите и ждете Вот это общение, которое раскрывает Сердце, дает знание Оно является настоящим счастьем Это всегда счастье Потому что оно открывает очень глубокие вещи В нашем сознании И это надо очень глубоко понять Что когда человек не испытывает счастья Значит он неправильно настроен Он не тем занимается в своей жизни